девчонки всем привет у нас сегодня он кстати собачница убирает собачьи какушки у нас сегодня последний день рабочий пятница ура ура ветер очень сильный дует не знаю запишется звук или нет у нас очень ветрено сейчас замок покажу смотивировать вас наверное начнем с этого у нас девочка одна учится она врач и тем людям которые спрашивают можно ли переехать в германию без немецких корней скажу да можно девчонка это из со своим мужем с двумя детьми перебрались сюда не являются они немцами они приехали по работе а если точнее сказать то по работе мужа получается так что муж выучил там живя там еще язык сдал его в гетте институте но это вы можете на себя примерить соответственно сертификатом он не имеет срока годности этот сертификат вы можете в любой момент жизни когда у вас допустим какие-то трудности будут или еще что-то любой момент предъявить его и найти работу по этому сертификату да благодаря этому сертификату если вот допустим вы молодой перспективный так далее у меня очень тяжелый рюкзак я понимаю что их от дышка начинается получается так что вы можете изменить очень круто свою судьбу переехавшие в другое государство на работу пока на работу с вами заключают договор с вами вас вызывает определенная организация компания фирма больница не знаю куда вы там попадете но в общем это реально и этому их подтверждение наша девочка не начал бы в эрбунге везде рассылать своя он врач здесь они живут уже на третий год он два года работал практиковался как помощник врача ему еще надо что ли год то ли два до практиковаться чтобы выйти на уровень врача а потом уже повышать квалификацию так вот эта девочка она тоже доктор и также сейчас пытается выучить язык в совершенстве да чтобы сдать на бэцвай на циаэнс потом пойти циаэнс это специализированный язык где учат специализированные терминологию связанную если вы медик то с медициной если допустим инженер то с этой профессии но ребята в общем смысл сегодняшнего нашего разговора в том что это все реально и если вы говорите что вот кому-то повезло нет ребят пока эти люди сами себя не взяли за шкирку не стрих не встряхнули хорошо не поняли то что им нужно как-то изменить жизнь я думала что я одна так жила там в казахстане допустим я не знаю как в беларуси люди живут но в любом случае у нас в казахстане был постоянно полупустой холодильник и кушать оттуда фактически нечего было мы я всегда смеялась что у нас там мышка повешилась и как-то наша свекровка она она то что свой юморах видать утеряла я говорю ну вот у нас мышка повешилась а она и говорит а я и думаю чуть так воняет так вот чтобы я понимаю вредовая пример да ну как то так и логически мышка повешаться не может да это такое переносное значение того что кушать нечего там кроме их капусты соленой огурцов может быть там еще чего-то дополнительного больше фактически кушать нечего было основная основное блюдо это картошка или лапша рожки там и так далее в общем ребят это уже совсем другая история но смысл один и тот же я думала что это у нас только в семье такое было но оказывается что эта девочка точно также говорит она врачом там работала ее муж врачом работал они вдвоем работали а денег все равно не хватало как не работай сколько времени я не знаю не положи она говорит странная какая-то закономерность у нас государстве чем больше учишься тем нищие ты становишься я говорю ну я говорю я думала что это только ко мне она говорит нет нет ну и вот смысл таков что они приехали за эти два года живут в пока в пока пока заметьте съемной квартире купили хорошие машины себе я понимаю здесь многие скажут а здесь все на хороших машинах ездят да кто работает все едет на хороших машинах вот кто хорошую зарплату соответственно получает он получает сейчас еще очень маленькую зарплату но каждый год то ли по 50 евро добавляется пока ты ну квалификацию не приобретешь вот я сейчас учусь и мне каждый год по 50 евро добавляется поэтому ну смысл в принципе есть учиться и двигаться до минус какой что пока ты учишься ты выполняешь всю работу и работаешь дольше всех и получается если все другие в обед могут идти спокойно потому что они по графику перерабатывают то извини так как ты учишься ты бесплатно рабочая сила это очень выгодно ну в общем как-то так и в принципе работодателю это выгодно держать ученика которому минимум оплаты но опять же видите палка двух концов какого ученика до бездельника смысла нет держать поэтому вот у нас из нашего курса их половина отсеялась соответственно у нас сейчас вот кто учится дальше из 15 осталось и 7 или 8 человек всего лишь поэтому само что интересно вас если отчисляют практик допустим от вас отказывается то вам даже без объяснения причины это делают вы даже знать не будете что случилось почему это так произошло ой короче ребят как-то сейчас мы через за руку сами пойдем как-то в общем вот так и вот эти люди которые сомневаются что им дальше делать и тому подобное но это все вам решать что он дальше делать но те кто ну как думает надо ли не надо конечно надо ребят лучше сделать и положить в дальний ящик этот ваш сертификат допустим да чем не сделать и потом всю жизнь страдать там их плакать многие просто мне говорят а зачем я буду этот сертификат получать зачем я буду такие деньги тратить время свое и так далее если может быть я вообще туда не поеду но не поедете значит чем я вам могу помочь короче ребят в этой жизни даже самое невозможное оно возможно поэтому если у вас есть хоть малейший шанс для вас и ваших детей улучшить ваше будущее то я считаю это этого стоит даже лично и вы если выберетесь выучите язык и так далее это очень большой плюс будет к тому что хотя бы вы сможете лично сами помочь вашим детям если которые останутся там в россии там или в казахстане еще где то поэтому подумайте конечно я никого не никого не зову не настаиваю не это я просто рассказываю ситуацию что даже если вы не являетесь немцем вы имеете все шансы улучшить свою жизнь и переехать в германию я так думаю что и в америку тоже их во все другие страны которые требуются рабочая сила ну как то так ребят мы подошли уже всем хорошего дня всех люблю целую очень рада вас видеть спасибо спасибо вашим классом спасибо что вы у меня есть спасибо что вы у меня есть